Всем-всем наидобрейшего денёчка! Последнее время здоровья у меня вообще полетело в Тартарары. Ну как, оно потихонечку летело-летело, и видимо, что было. Когда с тобой не занимаешься, потихоньку начинает всё отказывать. Спать уже не могу, спина просто отваливается. Но спина это у меня застарелая моя проблема. То есть, когда родители болели, долго лежали, то есть я сначала папу носила, перекладывала, потом маму. И то есть это на протяжении нескольких лет. И спина сказала мне, приказала идти лечиться. В Челябинске я успела сходить один раз к Костоправу, причём я долго не могла прийти в себя. То есть года два я вообще это даже никуда не ходила. Потом сходила к Костоправу, меня чуть-чуть поправили. Я начала бегать, но он мне сказал, естественно, прийти повторно, куда я благополучно не пришла. Но отлегло же, всё нормально. Ну, в общем, сейчас решила заняться всем на свете, потому что спать не могу. Спина болит, ни в каком положении ничего не помогает. Для начала записалась на массаж. Сегодня поеду ещё за массажёром для ног вакуумным. То есть ходила на него ещё в Челябинске, то есть салон помогает, легче становится суставом. Ноги тоже болят. В конце концов, нужно сделать пластину стальную в череп, чтобы начать заниматься зубами. В общем, планов громадьё. Нужно потихоньку заняться, ну а для начала хотя бы получить полис. У меня полиса нет уже много-много лет. Я, наверное, за последние 15 лет обращалась только один раз к врачу, и то по скорой, когда меня покусал хорёк. А, нет, два раза обращалась к врачу за последние 15 лет. Один раз подскользнулась, упала, получила ушиб, грудины и сломанные рёбра. А второй раз, когда мне хорёк в вену прогрыз и губу вырвал. Бешеный хорёк. Потом ещё на упало от бешенства ездила. То есть вот два раза за 15 лет и оба раза без полиса. То есть у меня, причём я его заказала в Челябинске, в какой-то страховой фирме. Он там, видимо, благополучно так и лежит. Я за ним так и не ездила, так его и не получала. Ну а сейчас я живу в республике Адыгея. Ну и всё равно с переездом, то есть неважно, в Адыгею вы переедете или просто в Краснодар, всё равно нужно прикрепляться в поликлинике и получать новый полис. Но здесь сказали как-то так. И сказали, через госуслуги будет дольше, проще в поликлинике прикрепиться. В общем, начну потихоньку заниматься своим здоровьем, в конце концов. А то скоро вообще от бессонницы крыша поедет. А ещё с новой работы, где много цифр, и нужно, чтобы башка была светлая, ясная и соображала, то как бы встаёшь вот с такой квадратной головой. И можно ошибиться в циферках, которые приведут к нехорошим последствиям. Кто-то получит меньше денег, кто-то больше, и кто-то очень сильно опечалится. Вот. Так что поэтому, кому интересно про массажёр, потом я могу рассказать, показать. Потому что я ходила на профессиональные, они, конечно, дорогие, а этот такой непрофессиональный, именно для домашнего использования. Новые они в районе 7 тысяч, но здесь вот недалеко два пенсионера продают новый. Он им не подошёл за 3,5, то есть в два раза дешёвле. Цена меня более чем устраивает. Попробую, потом, и, конечно же, всё расскажу. В общем, вот такие у меня дела. Спать не могу, колени болят, косточка на ноге на ступне болит, полчерепа нет, надо оставлять пластину, и спина отказывается работать. А, ну вот, не знаю, уже сказала или нет. И ещё записалась на массаж. Очень хорошая женщина, по крайней мере, по отзывам, то есть хвалят, которая именно занимается не просто массажем, а проблемами со спиной. Потому что сон без хорошего сна, потом деревянная и квадратная голова, то есть, а мозги должны быть ясными и чистыми. Ну вот, в принципе, все мои новости. Всем желаю хорошего настроения, главное здоровья, берегите себя, своих близких. Всем счастья, добра и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!